дорогие друзья доброе утро значит все мы начинаем наш урок тора и сейчас мне осталось только зайти в фейсбук сегодня у нас 26 урок тора в цикле цикле увеличиваем радость и уже скоро уже совсем скоро рожь ходишь месяца nissan и мы начнем какой-то новый цикл начнем новый цикл уроков и я сейчас как раз думаю какой нам всевышний подскажет какой же цикл нам начать свыше нам подскажет потому что мы верим в ажаха против ажаха против это индивидуальное проведение и всевышний нам что-то подскажет ближайшее время что мы будем изучать сейчас мы пока продолжаем изучать как увеличивать в радости и у нас уже есть получается 10 инструментов мы изучили 10 инструментов мы изучили и сегодня у нас будет одиннадцатый инструмент 11 инструмент 1 нет 11 был вчера 11 был вчера что все к лучшему сегодня у нас 12 инструмент который называется бы царь ирхафтали на эврите в это отрывок из псалмов царя давида который звучит так переводится так бы царь это в страдание царь и так как а в жаке дословно до царь это царь это страдание в страдании расширил ты мне то есть смысл этого инструмента 12 инструмента счастья что именно в момент страдания да то есть предыдущий был что все к лучшему что все к лучшему что все что с ним случается к лучшему а здесь что в самом страдании скрыто какая-то какое-то расширение что вот тут вот именно всевышний он чеку в этом страдании дает дает что-то хорошее тоже то есть смотрите здесь мне очень тяжело эту тему всю преподавать вот почему я скажу когда у человека все более-менее ровненько то ему в принципе ему скучно то вот здесь ему легко стать веселым радостным ему легко он должен просто это не не может быть оправданием для человека что вот у него все хорошо а ему скучно вдруг что это вообще такое я считаю что это преступление вообще с его стороны именно за это всевышний как сказано в торе что за то что ты не служил всевышнему басимхат леву быту ваколь за то что ты не служил всевышнему с радостью в сердце когда было все хорошо за это пришли страдания так там написано в книге дворим и здесь я полностью как бы эта тема моя я очень здесь всевышнего поддерживаю да потому что я считаю что неблагодарность это самое плохое качество и в то что человек когда у него все хорошо а он ему плохого него настроение и он скучно раздраженный все ему не нравится пессимист негативизм но у него нет никаких реальных страданий то конечно вот тут то я считаю что наши уроки должны ему помочь обязательно но вот здесь вот эти вот вещи мне тяжело преподавать я скажу почему вот здесь написано в страдании бог расширил мне рабби нахман который является основателем этого учения у него реально жизнь была не дай бог не вообще никому не не как сказать но вообще у него была очень сложная жизнь начнем с того что рабби нахман у него умерла первая жена у него умерла вторая жена у него умерли дети он у него был сын которого он на невероятно любил и он считал что вот этот сын он будет на шехом вообще и он ну вообще и тут у него этот сын у которого он вообще любил и он считал что вот он и есть на шах и он умирает этот сын да там возрасте пять-шесть лет под их потом рабби нахман сам заболевает туберкулезом и он сам умирает возрасте 40 лет то есть ну он он таки прожил страдания и он все равно в его учении он говорил что даже в этих страданиях ты должен быть веселым и мне ну как бы тяжело на эту тему говорить потому что но я считаю что человек очень хорошо может говорить о том что он прожил о том преподавать да но давайте пройдемся по вот этой вот тоже инструмента то есть учение рабби нахмана она даже подходит для таких людей как у меня есть знакомый например мой могу скажу лишь близкий друг но мы с ним лично хорошо знакомы общались прекрасно друг другу относимся значит не кучич не кучич который родился без рук и без ног и который несмотря на это он один из самых веселых людей которых я знаю который живет радуется женился четверо детей 22 высших образования написал четыре книги ну хотя он вообще без рук и без ног родился у него не было и не ну вообще один как этого него палец такой как он шутит он говорит у меня есть только одно куриное крылышко то есть него из всех как бы частей тела одно маленькая куриное крылышко и он этим одним пальцем написал четыре книги которые это даже на наде это у него палец то есть это люди какого-то для меня сверх сверхуровня значит но мы все равно давайте изучим этот инструмент тоже не дай бог чтобы приходилось я считаю что всевышний шлет сильные испытания только каким-то очень сильным людям как говорил мой учитель ровескок зильбер за царь он говорит если всевышний кому-то дает испытания это значит мы точно знаем что этому человеку всевышний дал силы его пройти и всевышний ну действительно он горит любом испытании человек может выставить потому что иначе бы всевышнему его не давал поэтому я молюсь всегда всевышнему не давая мне никаких испытаний я не выстою я слаб все я сам в этом уверен и ну не старай человек не должен стараться брать на себя какие-то испытания с всех задачи не надо то есть лучше пройти спокойненько золотая середина значит рассказывает автор этой книги такую историю значит вот говорит один хасид рассказывал мне как двое хасидов ехали на поезде это было видно еще до революции история ехали они на старые эти поезда и вот они едут значит и было это уже ем шиши это был пятница и они настолько увлеклись разговором что они не обратили внимание они проехали свою станцию вот они едут до следующей станции они конечно были это было уже перед шаббатом но нет выхода они выходят на следующей станции какая-то деревня и они начинают искать какая-то деревня значит где им на шаббат приткнуться бегают час остается до шаббата и спрашивают какого-то человека значит есть здесь евреи в этой деревне вашей они говорят есть один еврей тут живет всего один иуди они думают ну пойдем к нему может быть мы у него проект проведем шаббат приходят они к нему стучат в дом давку и м давку аля делает стучат в дверь он открывает и в просто вообще говорит ну б а дома он как бы аниме даже да вот удивление они ему говорят мы проехали остановку значит можете нас принять на шаббат он говорит конечно горит могу все заходите вообще для меня это такая неожиданно все и спрашивает а есть среди вас может быть мой мой ли это тот кто делает обрезание есть мой среди вас один говорит я мой я делаю обрезание он говорит вообще вот это чудо всевышний для меня сделал и говорит у меня сын родился неделю назад и но после в то время детская смертность была 50 процентов от всех родившихся детей до революции 50 процентов детей которые рождались умирали и значит а женщина которая рожала она по закону считалась опасно больной при смерти то есть для него можно было нарушать шаббат там все заповеди потому что ну в момент родов когда нет ни антибиотиков нету никаких обезболивающих то есть раньше какие были обезболивающие никаких самогон и по голове стукнуть поленом чтобы сознание потеряла все это было из наркоза только было поленом по голове и значит самогона три стакана то есть опасно больная и поэтому он говорит мы не могли выехать никуда а восьмой день обрезание как раз выпадает восьмой день на этот шаббат и тут оказывается что те один из этих двоих он может сделать обрезание и он говорит я так молился всевышнему чтобы он как там не помог в этой ситуации так хотел сделать обрезание на восьмой день и вот говорит видите как получилось что что вы здесь оказались и из этой истории он говорит такую вещь что даже если человек оказывается в какой-то цара умыцука он оказывается в каком-то страдании и сжатии каком-то да то внешняя внешняя реальность на человека сжимает и нету там никакого внешнего признака радости он говорит вот как раз там надо найти эту радость и она там точно есть и там же откроется человеку который найдет в этом радость какой-то откроется совершенно новая реальность и он приводит этот отрывок из псалмов что в бы царь ирхафтали значит в страдание расширил ты мне значит есть известный псалом где царь где там есть такие слова что широмолот песня восхождения и со иной или арим на него и зри песня восхождения подниму глаза я к горам откуда придет мне спасение из риме и машем асеша мая варать спасение от бога который сделал небо и землю я могу сказать что действительно даже мой путь ко всевышнему начался с самых больших неприятностей которые только могли у меня на тот момент быть жизни и я значит пришел в синагогу когда мне вну все у меня не было денег не было где жить не было все я пришел и попросил чтобы меня научили молиться что я хотел обратиться к богу я обратился к богу тогда и бог мне помог прям реально сразу начал почуть помогать помогать оп и потом сильно помог то есть ответил на все мои молитвы я опять забыл про всевышнего и я перестал опять ходить синагогу молиться соблюдать шаббат и даже не сделал обрезание и тогда у меня всевышний сделал мне еще больше неприятностей он мне сделал такие страдания что просто я в тот момент думал что все жизнь моя закончилась то есть я просто думал все вот тупик не зная как же дальше все жена мая там при смерти я при смерти все при смерти и полно тупик полный и вот я вот в этот момент сильного страдания прямо рыдал и молился всевышнему чтобы он меня спас и и всевышний меня спас то есть он мне открыл как раз вот это тут про меня да бы царь ирхав талиф страдание расширил ты мне и мне открылось опять что есть то есть где спасение да как царь давид он просил у бога он говорит ахат шалки мэйт ашэм одну вещь я просил у бога все дни жизни моей шифки бывает ашэм коле мэйхая сидеть в доме бога все дни жизни моей лихазот бы новом ашэм любоваться сиянием всевышнего добротой всевышнего олива кэр бэйхало и значит проведывать его дворец и я помню я тогда думал что мне как не выйти из этой всей ситуации и пошел синагогу сделал обрезание отстоял емкий пур прям не мог сесть даже это было прям после обрезания и потом я думаю вот оно место дом бога да то есть это не физически дом бога как синагога дом бога это когда ты мыслью тебе кроме всевышнего ничего не нужно и в этот момент ты уходишь вот в эту вот реальность знаете как океан наверху волны шторм бури а ты погружаешься чуть-чуть вниз а там тишина там спокойствие то же самое вот эта вся жизнь шторм бури а ты поднимаешься в небо до в дух в дух через душу соединяется со всевышним а там спокойствие я помню я тогда когда почувствовал это спокойствие в синагоге вот этот момент я подумал что все вот мне только это и нужно и на два года я сел вешиву и сидел я вешиве и учил тору и просто у меня было в раю был в раю вот так вот она работает но именно я это понял только когда всевышний уже так жал меня что просто ну дальше никуда теперь дальше он говорит такую нам вещь кашаловая клана когда он не идет нам да не идет вот бывают жизни не идет ешь на тияли в соли такой есть у человека склонность обесценить все например там папа который пришел решил сыном пойти в какую-то прогулку тиюль да какая-то прогулка и они пошли значит поехали но приехали они в это место а место закрыто например да не ехали папа взял сына на прогулку все едем зоопарк зоопарк закрыт на ремонт какая у него как бы склонность дальше далее так зев то есть разочароваться и вернуться домой но можно же именно когда ты попал в эту вот новую сложную ситуацию через эту сложность найти что-то хорошее например значит они вдвоем могут пойти куда-то в неизведанного путешествия да не туда куда планировали а искать приключения и вместе найти что-то положиться на всевышнего вот этого ташгаха протит это индивидуальное проведение если бог это сделал значит он нам приготовил что-то более интересное более лучше и возможно что это будет какое-то новое приключение которое лучше даже чем то что они планировали раньше дальше он пишет что царот вот эти вот неприятности до страдания они окружают человека со всех сторон и это как сжатие такое он говорит но когда приходит это сжатие у нас всегда есть выбор у нас всегда есть выбор и ну этот выбор когда-то дел карнеди он сформулировал фразы такой чисто американская что если жизнь подкладывает тебе лимон то сделай из этого лимона лимонад то есть главное твое намерение или ты видишь что все к лучшему и ты веришь и ты тогда ищешь выход или ты поворачиваешь любую неприятность в цель которую в цель в урок что это тебя учит то есть вопрос опять же выборе человека значит и опять он приводит слова раби нахмана говорил раби нахман так у мастиль альдавар тот кто поразмыслит над этой вещью сможет понять кое-что как себя вести и знать что тамита данька серло арбе моот но он говорит в любой ситуации человек может осознать и понять что ему не хватает очень много если мы возьмем любого человека вот любого вот мне например да если посмотреть чего мне не хватает то я человек креативный у меня фантазия очень хорошая мне очень много не хватает то есть я могу сказать что мне не хватает да вообще мне даже простая вещь мне надо там куда операцию мне уже давно надо делать еще что-то мне масса всего не хватает пишет он что тамит хасерло арбе моот но человеку любому кимат ближу он говорит почти без без размера да то есть мы возьмем любого человека даже дмитро андреевич латуха ему тоже что-то не хватает наверняка александр оленик и браха 1 а шимонова и тоже сто процентов чего-то не хватает до сергей синеоки на youtube присоединился ему тоже не хватает что-то всем нам чего-то не хватает безгранично но он говорит несмотря на то что человеку не хватает быть в радости или быть не в радости это его выбор потому что одному не хватает и он радуется и он ну не хватает да ну что могу хватаю слова такого мне не хватает что могу хватаю что не могу не хватает а другой он наоборот значит другой наоборот значит будет огорчаться. Теперь, это мы говорим сейчас о ровненьком, да, то есть если мы возьмем человека, у которого все ровненько, то ему в любом случае не хватает больше, чем у него есть. Теперь, но он говорит дальше, Рабинахман следующий, но когда у человека есть дострадания, например, одно дело, когда человеку хочется выровнять зубы, их отбелить, а другое дело, когда у него зуб болит, это разные вещи. Зуб болит и хочу отбелить, это разные вещи. Зуб болит это страдание, хочу отбелить, не хватает красоты. Он говорит, но понятное дело, что тот, кому не хватает красоты, есть из них два варианта, есть те, которые радуются и думают, что ну, когда-нибудь отбелю, а другие, ой, зубы надо отбелить, и они расстраиваются. Он говорит, но как быть с теми, которые в реальном страдании, у которых зуб болит. Вот здесь как раз есть два варианта. Одному кажется, что Бог не обращает на него внимание, и Бог его забыл. Значит, а другому кажется, что нет, Бог его не забыл, просто у него зуб болит. И вот здесь кроется вот этот вот главный момент, говорит, быть в радости или нет. Раби Нахман говорит, надо быть все равно в радости. Даже когда ты в цара, когда у тебя неприятности, даже когда у тебя зуб болит, надо все равно оставаться в радости и знать, что есть в этом какое-то расширение, обязательно есть какое-то точное расширение. Значит, вот как раз здесь надо помнить, что в страдании ты раскроешь мне. Значит, и в этот момент Бог начинает, включает вот этот вот свет, который начинает, начинает приходить. Значит, вот, например, Эстер Исраэль, у нее, значит, обуви нет, и небольшое страдание, особенно для женщины. Вот, например, просто Минаша Майем, мне вчера как раз появилась какая-то сумма, которую я хотел кому-то подарить. Как раз на обувь вот Эстер Исраэль хватит, напишите, пожалуйста, Якову Шатадину, и, значит, вам с неба сейчас как раз вот эта вот сумма, которую я хотел кому-то сделать доброе дело, вот как раз пускай это будет вам на летнюю обувь. Отлично, видите? То есть Всевышний, как получается? Давайте вот разберемся. Есть у человека его взаимоотношения со Всевышним. Это главное. То есть его внутренняя духовная связь со Всевышним, которая это невероятная сила, это невероятная мощность, это бесконечность, это смысл жизни. Это его связь со Всевышним, это душа. Дальше у человека есть интеллект, в котором есть разные убеждения, в которых человек живет. Теперь, если человек живет в убеждении, что Всевышний меня забыл, или Всевышнего нет, есть люди, которые говорят, а его нет, вообще нету, значит, я обезьяна. Ладно, хочешь быть обезьяной, будь. Дальше, человек живет, я верю, что все к лучшему. Оп, это уже, сама эта мысль, она ведет его, она заряжена светом. Дальше, даже когда у меня цара, но Всевышний у меня какое-то страдание, но Всевышний, он, да, он мне дает страдания в этой конкретной точке, но все равно он меня любит, и из этой точки тоже он мне даст выход. Это одна ситуация, и человек в этой ситуации, он, как бы, каждая мысль, она сигналит какой-то энергетикой. Если человек все время живет в мыслях, мне плохо, мне плохо, тут плохо, Всевышний меня забыл, он меня оставил, мне плохо, то все эти мысли, каждая мысль, она его пропитывает просто ядом, и она его отключает от Всевышнего. Теперь человек, который в этой же ситуации, но он говорит, Всевышний меня любит и учит, Всевышний дает мне задания, я очень сильный, поэтому Всевышний мне дает эти страдания, чтобы я что-то понял, я найду выход, вот сейчас Всевышний, он мне приготовит какой-то месседж, да, может это сейчас для вас месседж, который Всевышний для вас приготовил, сообщение, которое мне даст вот этот свет. Оп, человек, который в это верит, он получает этот свет, он за него цепляется, как, есть такая метафора, человек, вот он едет на машине, его начинает нести, крутить, крутит снег, дорога, куда он должен смотреть, человек, чтобы вырулить? Он должен смотреть туда, куда он хочет ехать, туда, куда он хочет вырулить, и это важно, видеть вот этот свет впереди, видеть, что Всевышний тебя любит, он тебя вырулит, что я хочу? Хочу вот это. И в этот момент что-то открывается. Понятно, да, идея? Вот здесь нам советуют торгиль, упражнение. Хипсу маком бехаим шалахэм. Найдите место в вашей жизни, что вы чувствуете, что там как раз вас сжимает вот этот маком цар. Значит, вопрос, можно ли найти расширение внутри вот этого сжатия? И если вы вдумаетесь в это то, что происходит с другого угла, если вы вдумаетесь с другого угла, с другого завита, то что? Может быть вам что-то откроется? Да. Это вот такое нам дал задание. Теперь вторая книга, она нам добавляет к первой. Они вообще абсолютно разные. Но Всевышний так делает, что он каждый урок соединяет. И здесь как раз нам открывается глава, которая называется «Цели». То есть, все время в любой ситуации нужно найти цель и идти на переднем приводе к этой цели. Например, мне не нравится что-то, что ты хочешь, какая твоя цель? Мне тяжело где-то, что ты хочешь, какая твоя цель? И когда мы вот эту вот привыкаем в свой мозг, и важно помнить, что Всевышний дает силы, дает ресурсы, дает все, только ты должен правильно запрос дать, как в компьютере. Если ты неправильно вводишь запрос, какой ты ищешь сайт, то ты в него не попадешь. Тебе нужно написать адрес сайта с точностью до точки. И если твои обращения к Всевышнему направлены на то, что мне плохо, мне не нравится, мне плохо, я не хочу, я не хочу, то у тебя как бы, а что ты хочешь? Как человек, который приезжает на вокзал, и у него на вокзале, его таксист спрашивает, куда ехать? Он говорит, не, я точно знаю, я не хочу это, мне не нравится то, я не люблю то, мне не нравится это, у меня тяжелая ситуация. Таксист говорит, ехать куда? Он говорит, не, мне не нравится, вот у меня тут проблема, там проблема, тут сложность. Ехать куда ты хочешь. Вот в жизни то же самое. Если есть страдания, значит ты не туда заехал, то есть Всевышний тебе через страдания показывает, что ты не туда заехал. Но в этот момент тебе не надо думать, что я не туда заехал, потому что я плохой, и Всевышний плохой, и все плохие, и все хуже, ты еще глубже не туда заезжаешь. Нужно спросить, а куда мне выход-то? Как выход? Где этот цвет, направление? И вот тут он говорит нам сейчас в этой книге, называется глава, наша молитва. Цели, цели. Он говорит, молитва это удивительно мощное средство, но для того, чтобы она проявила свою мощь, нам необходимо определить ее цель, цель молитвы. Конечно, молитва состоит из слов, которые направляют ее и помогают нам достичь жизненно важных ценностей Торы. Но это неч, это общие слова, это одинаково для всех. Мы должны оживить наши молитвы, и для этого нам необходимо поставить перед собой цель. То есть нужно конкретно, куда ты хочешь ехать. Творец нам в это время помогает. Он все время делает так, что нам чего-то не хватает. И он пишет здесь интересный такой вид. Правда, и обычно это касается только нас. Как ни странно, нам почему-то гораздо важнее, что у нас остывает кофе, чем то, что у соседа нет даже хлеба. Это неправильно. Это обесценивает наши цели. То есть тут еще важно, так как мы через молитву соединяемся со Всевышним, важно, чтобы целью была не только, чтобы вам было хорошо, а чтобы было хорошо всем людям стараться молиться. Мы об этом говорили уже. Когда ты молишься, чтобы другим было хорошо, то ты в этот момент становишься проводником добра. И тот, кто молится за другим, Всевышний на его молитву отвечает в первую очередь. Дальше он приводит нам очень красивая такая метафора. Я прямо ее подчеркнул. Про молитву. Называется молитва о яблоках. Вот прямо, пожалуйста, запомните это. Здесь есть метафора полностью все о том, как молиться. Значит, он пишет так. Когда наше ведро с яблоками падает, вот у человека есть ведро с яблоками, и яблоки рассыпаются по земле, мы бросаемся их собирать. И при этом мы молимся про себя. Творец, пожалуйста, помоги мне. То есть бывают в жизни ситуации, когда у человека начинает сыпаться его привычный уклад жизни. Там посыпалось, здесь посыпалось, там посыпалось, и он начинает это все собирать, и просит, Творец, помоги мне как-то собрать все обратно. Но еще раз, давайте соединим две книги. А есть люди, которые у них начинают рассыпаться, а он вместо того, чтобы помоги мне собрать, он о чем молится, все равно любой разговор в голове, это как молитва. Почему все так плохо? Всевышний меня не любит, мне плохо, мне ужасно, яблоки рассыпались, как тут неудобно, как то. То есть он еще больше углубляется в эту проблему с яблоками, вместо того, чтобы просто их собирать, и молиться о том, чтобы Всевышний помог их собрать. Он говорит, а если вдруг кто-то прямо у нас из-под носа украдет это ведро, то тогда мы точно будем молиться со слезами на глазах, Творец, спаси меня, верни мне мое ведро. То есть, если у человека что-то происходит, какая-то неприятность, то ему тогда он начинает сильнее молиться, верни мне это. А он говорит, а что вы сделаете, когда ведро с яблоками вообще не упало, и когда его никто не украл? Обычная ситуация, у человека все ровненько. Что происходит, если солнышко светит, мы чувствуем себя прекрасно, наши карманы приятно тяжелые от золотых монет. Что же нам нужно делать в это время? Он говорит, в это время нужно поблагодарить Творца за все, что у нас есть, а потом достать список с нашими заветными мечтами и желаниями и просмотреть его заново. Конечно, это прекрасно, что у нас есть наше ведро с яблоками и карманы полные денег, но ведь на этом наши мечты не кончаются. И когда, просмотрев весь наш список, мы вспомним, что нам так много не хватает, тогда мы опять начнем молиться. Творец, помоги мне, пожалуйста, спаси меня. И к тому же он говорит, нужно не забывать, что завтра яблоки уже не будут такими свежими и вкусными, какими они были вчера и сегодня. То есть здесь он нам дает такую очень глубокую идею. Молитва – это личная связь человека с Богом. Если человек нарушает эту связь тем, что он недоволен, он ни о чем не просит, он видит все время негатив, то Всевышний ему шлет какую-то неприятность, чтобы человек пробудился и опять установил этот контакт с Богом. Богу очень важно, чтобы у человека был контакт с Богом. Теперь, если у человека все ровно, он это не ценит, то тогда начинаются какие-то провалы, неприятности, чтобы человек начал молиться. Если он по-простому не начинает молиться, тогда неприятность может быть очень сильной, чтобы он начал молиться сильнее. Что предлагает нам автор этой книги вместо этого? Он говорит, когда все ровно, благодари, радуйся и мечтай, и проси о том, что тебе не хватает. То есть продолжай держать вот эту вот связь с Богом и не жди. Опять мы возвращаемся к главной вот этой вот идее, откуда приходят все неприятности. А Шерлуа Ватта, потому что не служил ты Богу всесильному твоему, Бесимхат Лев, в радости сердце, убыту ваколь, когда было все хорошо. Из-за того, что люди, когда у них все хорошо, они забывают про Всевышнего, они вечно недовольны, все, тогда приходят неприятности, люди начинают просить Всевышнего, верни хотя бы, чтобы было как было. Значит, и Всевышний с радостью возвращает. Закончился коронавирус, люди опять, можно было бы, представляете, как вообще по идее должно было быть? Была дикий страх от коронавируса. Я помню 20-й год, был ужас, просто реальный был ужас, когда люди, мы летели из Украины в Израиль эвакуационным рейсом, когда все были вот в таких вот стюардессы, как космонавты, в таких костюмах, когда все СМИ там, все соцсети тишели, все, люди умрут, будет треть человечества вымрет, 50% вымрет, эти микробы, там все, был дикий страх, дикий страх. Потом коронавирус закончился, то есть закончился он, что кто-то радовался, был хоть один праздник, спасибо Всевышнему, что закончился коронавирус, спасибо, что мы сейчас можем летать, и не надо проходить вот эти вот, я помню, прилетали, когда в Израиль, тебе в нос там брали анализ, приезжал ты домой, сидел, пока не придет сообщение, можешь выйти из дома. 186 дней было в Израиле, карантин запрещено выйти из дома. Хоть кто-то бы сказал Всевышнему, спасибо, что коронавирус закончился. Никто не сказал. Ну ладно, не умеете радоваться, вот вам война, вот вам то, вот вам это. Когда все хорошо, надо радоваться, когда заканчивается легкая неприятность, надо делать благодарственные трапезы, радоваться, прыгать до потолка от радости, что Всевышний дает нам просто ровную, хорошую жизнь. И тогда не придется Всевышнему, чтобы наши яблоки рассыпались. Всем всего хорошего, чтобы Всевышний благословил всех участников уроков, чтобы Всевышний еще больше благословил тех, кто помогает, чтобы эти уроки происходили. У нас есть друзья ВАИКРА, партнеры ВАИКРА, спонсоры ВАИКРА, чтобы Всевышний дал всем, кто делает добро, дал огромные ресурсы для того, чтобы дальше делать добро. И всем нам дал ум, чтобы мы радовались тому хорошему, что Всевышний нам дает. Все, до завтра. С Божьей помощью в 10 сентра встречаемся. Счастливо!